привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и мы уже сняли два ролика про движение шарика по ускоренно движущейся доске и движение шарика на вращающемся столике и вот когда мы разбирались с движением шарика на вращающемся столике мы посмотрели в одну из статей и обнаружили ссылку на простой но очень интересный эффект и сейчас я вам его продемонстрирую и для этого мы собрали вот такую установку ну опять у нас есть вращающийся столик мы его быстренько раскручиваем а здесь наклонная горка с рельсом по которому будут скатываться шарики и я скатываю сначала стальной шарик он улетает в ловушку теперь скатываем шарик от пинг понга и он тоже скатывается туда же а для того чтобы увидеть сам эффект нам нужно посмотреть что происходит сверху и мы это сделали с помощью скоростной съемки я отпускаю шар сверху горки он попадает на вращающийся столик движется по дуге и вылетает со столика и посмотрите шарик слетает со столика точно напротив горки но может быть это случайность сейчас я повторю опыт и запущу шар с совсем небольшой высоты дуга по которой шар катился по столику сильнее отклонилась от диаметра и тем не менее шар снова слетел со столика в диаметрально противоположной точке почему же это происходит на этот вопрос я и буду сейчас отвечать и здесь я изобразил столик радиуса r который вращается с угловой скоростью омега тогда линейная скорость точки на краю диска у равняется омега умножить на р когда шар попадает на край вращающегося столика столик увлекает шар за собой и шар приобретает некоторую скорость обозначим ее у со звездочкой и мы знаем из первого ролика про шар на ускоренно движущейся доске что это у со звездочкой меньше чем скорость края доски у и мы можем записать это как к умножить на у где к это безразмерный коэффициент который равен отношению момента инерции шарика к моменту инерции плюс м р квадрат где р малая это радиус шарика ну и соответственно для сплошного шара к будет равен двум седьмым а для пустотелой сферы к будет равно двум пятым ну и теперь еще мы можем переписать у со звездочкой как к умножить на омега r большое но шар когда он влетел на диск имел еще и компоненту скорости вдоль радиуса и поэтому полная скорость направлена вот каким-то таким образом давайте обозначим эту скорость буквой v и еще мы из второго ролика знаем что на вращающемся столике шар будет двигаться по некоторой окружности и более того угловая скорость движения по этой окружности омега со звездочкой равняется тому же самому коэффициенту к умножить на омега а теперь мы будем искать положение центра этой окружности но мы знаем что он расположен где-то на перпендикуляре к скорости в и пусть радиус это окружности равен ра и теперь мы можем записать соотношение между линейной и угловой скоростью шара при вращательном движении в равняется омега со звездочкой умножить на ра ну и теперь вместо омега со звездочкой пишем к омега и получаем вы равняется к омега ра чтобы найти положение центра зеленой окружности рассмотрим вот такой прямоугольный треугольник и его катет обозначим л этот треугольник расстояний подобен треугольнику скоростей потому что стороны острых углов взаимно перпендикулярны ну и тогда мы можем записать пропорцию треугольники расстояний катет л так относится гипотенузе ра как в треугольнике скоростей катет у со звездочкой относится гипотенузе в а теперь давайте из этой пропорции выразим л л равно ра умножить на у со звездочкой и поделить на вы ну теперь осталось подставить вместо у со звездочкой к омега r значит получается к омега r умножить на ра вместо в подставить к омега ро ну и соответственно у нас к омега и к омега сокращаются ро сокращается и оказывается что l равно радиусу столика r большое и поскольку l равно r то центр окружности находится на срединном перпендикуляре к проведенному диаметру а это значит что сама зеленая окружность проходит через противоположный конец диаметра ну и шарик вылетит со столика именно на противоположном конце диаметра что и требовалось доказать лёша скажи мне пожалуйста вот вроде бы такой простой эффект мы наблюдаем и ты вот так сложно объясняешь столько математики да еще с опорой на результаты опять же математические двух предыдущих роликов нельзя объяснить это как-то проще ну как тебе сказать ну во первых мы применяли практически школьную геометрию собственно доказательстве ну тоже не очень привычно наверное еще и геометрию привлекли ну а как если ты хочешь доказать что-то мне и так было понятно что как бы все очевидно ведь ведь у нас скорость которую приобретает шарик при раскручивании когда попадает на край диска она составляет две седьмых от скорости края угловая скорость вращение его тоже две седьмых две седьмые две седьмые как-то и сокращаются две седьмых или разные вроде это из каких-то разных кусков тел или из одной они вроде бы из разных но ведь у нас эти две седьмых которые получались при раскручивании шарика на доске в каком-то смысле должны быть эквивалентны этим двум седьмым на вращающемся столике хотя все не совсем так вроде бы ну да если бы он шел прямо по кругу по большому я бы как бы считал что это как будто доска под ним а здесь он идет совсем по другой окружности не совпадающий с краями диска но тем не менее получается такой замечательный эффект да все прекрасно но я бы еще добавил что теоретические механики они в общем этим и за заняты ньютон дал уравнение которое описывают все на свете ну вот они берут применяют математические методы и описывают все на свете ну ну короняя не хаоса кажется все равно всю эту красоту невозможно как бы представить себе заранее пока ты не сделаешь опыт а теперь я сделаю еще один опыт я сдвигаю горку с диаметра на хорду и сейчас запущу шарик с небольшой высоты конечно предварительно хорошенько раскрутив диск проигрывателя как вы думаете где вылетит шарик пускаем шарик он влетает на диск небольшой скоростью и поэтому его траектория сильно отклоняется в сторону но вылетает он на другом конце хорды точно напротив горки и вот я должен признаться что я очень близко к сердцу принял упреки андрея в сложности математического объяснения этого простого на вид явления и поэтому мой традиционный заключительный вопрос будет обращен к вам не можете ли вы наши дорогие зрители объяснить на пальцах как пишут некоторые так чтобы было понятно даже пятилетнему ребенку без математики это выдающееся явление ну и теперь я должен с вами попрощаться спасибо вам за внимание